Москва, Санкт-Петербург, Ростов, Челябинск, Ижевск, Пермь, Новороссийск, Туапсе, Краснодар. Всего 19 гоночных экипажей. Это и опытные водители, и новички. Есть и семейный экипаж, в составе которого самый молодой 14-летний штурман. Меня отец отдал в картинг, и мне это очень понравилось. И я ездил в картинг, и когда мне дали разрешение, я захотел очень ехать в ралли. Есть много волнения, волнуюсь, но боюсь его подвести. Задача на этот сезон вкатиться, чтобы экипаж был вкатанный. Есть у нас такой термин в ралли, чтобы штурман верил пилоту, а пилот доверял штурману, что штурман сказал, значит, нужно это выполнять бесприкословно. В гонке принимают участие девушки-штурманы. Они наравне с парнями также идут на зачет, чтобы доказать, что отечественный автопром может полноправно участвовать в гонках. К сочинским трассам пока мы еще, конечно, не привыкшие. Задача понять асфальт, понять, как эта машина ведет себя на асфальте. Соответственно, для нас асфальтовые гонки – это новшество, скажем так. То есть раньше они достаточно долгий промежуток времени не проводились. Интересно. Место проведения классического ралли – сочинский автодром, где в прошлом году состоялась гран-при «Формула-1». А первое официальное ралли прошло в окрестностях города Сочи в 1977 году. Теперь раллийные гонки вышли на принципиально новый уровень. «Формула-1» проходит раз в год. Это событие международного масштаба. Естественно, он привлекает другое количество туристов. Но у нас с вами 365 дней в году. Увидите, что в городе Сочи прекрасные условия, хорошая погода. Поэтому для любителей автоспорта сделаны разноплановые мероприятия. Это мероприятие российского уровня. Впервые в истории российских раллийных гонок был задействован кольцевой трек. Трековое покрытие дало преимущество в цеплении на крутых виражах и обходе специальных ограждений. Кольцевая трасса очень важна, потому что она, это первый спецучасток, куда могут прийти зрители, куда могут посмотреть. Мы его используем четыре раза в гонке. В абсолютном зачете из субботней и воскресной гонки лидировал экипаж Юрия Борисенко и Дениса Коломийца из Краснодарского края. В зачете 1600Н победили Владимир Шишинин и Алексей Штойко, экипаж из Екатеринбурга и Тольятти. А самый молодой гонщик Хонды 16-летний Марк Конданов из Краснодара завоевал первое место в зачете 2000Н. Сразу после гонок те, кто впечатлился классическим ралли, могут сразу не покидать автодром. Вот эти мерседесы – это гоночные такси. Они предназначены для того, чтобы зрители тоже познакомились с сочинскими трассами. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.